Добрый вечер дорогие друзья, я Илья Мэдисон, приветствую вас на сайте gamepilot.ru slash broadcast, а также на сайте twitch.tv slash gamepilot stream Вы можете меня знать по тому, что я раньше делал обзоры на компьютерные игры И рекламировал Худи Бадди Худи Бадди, а не Худи Будди, прошу обратить внимание Подключается джеком и стирается в любой воде руками Холодной, в холодной воде Может быть даже и в горячей Да, в общем реклама, которую мы сняли нормально сошла, народу понравилось Посмеялись они, хотя времени и сил было потрачено немало Ну это порадовало, потому что на самом деле в Питере Снимали мы в Питере о каких-то особых возможностях к нормальной съемке И к всему остальному у меня не было Была только камера, пара знакомых И удалось что-то нормальное снять, потому что здесь, в Москве, хотя бы Сейчас я в Москве, Ксюша, которую вы, наверное, тоже узнали Которая даже не дала мне, не дала мне Нет, она мне Куюша С чем ты матом ругаешься, я потом маме твоей скину В общем, смысл в том, что тут хотя бы в Москве есть там Мангуст, который может нормально снять Еще кто-то помочь К сожалению, вот именно в Питере не было такой возможности И в очередной раз то, что даже реклама хорошо зашла, натолкнула меня на мысль То, что пора начинать снимать не просто какие-то там обзоры на игры А что-нибудь такое экшеновое Ну то есть, грубо говоря, сейчас в интернете потихоньку умирают старые форматы Пусть разные летсплеи с 14-летними девочками, 15-летними мальчиками, Майнкрафтом, Хэппи Вилсом и прочим говном Типа инди-хорроров Еще и держатся на плаву и даже приносят доходы, популярность и так далее Но все-таки будущее, мне кажется, действительно за тем, чтобы снимать что-то другое Но это не значит, что обзоров больше не будет Потому что их все-таки и делать легче И как только мне наконец-то снимут эти ужасные, отвратительные страйки с основного канала А день этот близится Просто даже уже потому, что скоро и срок подойдет Там полгода висит один страйк Который вот как раз скоро уйдет в небытие И наконец-то на канале снова можно будет выкладывать ролики Сначала я сделаю подборку Ну, точнее не подборку, а просто список видео Которые были залиты на разные каналы Пока я не мог на Мэдисон Шоу работать То есть какие обзоры и какие ролики с Мэдиблога Стоит посмотреть, что было там на геймпайлоте и так далее И уже после этого начну полноценно снова какие-то видео снимать Возможно даже стартую новый проект Потому что благодаря вашей поддержке В том числе и рекламы Вчерашний, ну, есть возможность Просто я не хотел собирать там деньги на Boomstarter И к тому же я не уверен, что много дадут После известных событий То, что все блогеры, которые собрали денег На свои проекты сфейлились Хотя, ну, есть полярное мнение Относительно оскорбления чувств верующих Но я свое уже сказал То, что меня ничего не оскорбило Кроме присутствия бездарного спунтеймера в кадре А то, что деньги были скинуты даже не на само шоу А на штрафы Это очень даже странно Потому что, например, я вчера Точнее, позавчера пил с Усачевым в пабе Счет вышел 8 тысяч примерно И мне пришлось положить 6 А он высчитал каждую копеечку И, ну, в общем, еще и 500 рублей должен остался То есть, я не знаю, на что вы ему дали денег Потому что никакие штрафы, естественно Никто его никогда не заставит платить А кроме того, он еще не хочет платить в кабаках Так, и, соответственно Сегодняшний стрим на GamePilot Будет посвящен игре Half-Life Меня постоянно просили Когда я еще мутил шоу про старые игры Там, правда, 3 выпуска всего было Просили поиграть в Half-Life И почему-то у Half-Life много фанатов Хотя игра вышла то ли в 99-м, то ли в 98-м году Я уже даже и не помню Но очень давно И, соответственно Те, кто сейчас форсит то, что им нужна 3-я часть Я даже не представляю Но я еще на прошлом стриме это говорил То, что именно у меня было по 10, 12, 13 лет Извините Вообще приходится постоянно извиняться В последнее время, когда я выхожу на стримы Но тут у меня тоже такая проблема Что я только вчера вернулся И меня ужасно постоянно качает в поездах Я потом 2 дня не могу в себя прийти Даже не самолеты, а поезда Я потом, как выхожу из этих поездов У меня постоянно башка кружится Долгое время Не могу, короче, нормально себя Ну, как бы очухаться не могу Поэтому, если я сегодня буду тупить Подвисать Глупости говорить и все остальное То не обижайтесь на меня Особенно фанаты Half-Life Это вот прям самый первый Потому что, ну, естественно Есть вторая часть Которая мне тоже абсолютно не понравилась Запомнилась только тем Что фан-сервис в виде тёлки Во втором Half-Life был абсолютно недорочибельным То есть я видел много напарниц в компьютерных играх И всегда их пытались преподнести Как бабу, на которую можно пофапать Но в Half-Life 2 такая обезьяна Была дочь профессора Или кто она там была, который вам помогал И игра для меня закончилась где-то часа через два Когда мне просто надоело по водоканалу бродить То есть, ну, вот само начало классное С прибытием в город Такая-то антиутопия и всё такое Но ты видел хоть одну симпатичную дочь профессора? Нет, только сына И то это неполноценный был сын Он получился из собаки Я, естественно, имею в виду Полиграф-полиграф ещё Шарикова Как раз сегодня с утра смотрел Собачье сердце по ящику В 12 проснулся и показывали По одному из каналов Дочь профессора, ну, вообще-то Ну, вообще, как бы, если думать В плане того, что генофонд профессора Это такая сперма, заряженная кривыми Сперматозоидами, которые ещё в семенниках Носят очки с диоптриями То я думаю, да Вряд ли у профессоров может родиться Нормальный ребёнок симпатичный Но с другой стороны, если вдуматься То жёны этих профессоров Они же наверняка просто ходят на сторону И, возможно, какой-нибудь альфа-самец По имени Вахтанг А Брюхатев Вот эту жену профессора Может воспроизвести Собственное потомство Которое этот профессор потом воспитает Что довольно распространено в нашей стране Поэтому, если вы красивый ребёнок А ваш отец очкарик профессор То, скорее всего, ваши мать шлюха Так У меня почему-то в стиме Ники не отображаются В всплывающих подсказках Слушай, ты сказал мне читать вопросы Но я тут вижу только всякие какие-то странные слова Вот поэтому Большими буквами Типа и зизи, зазази, зизи Да, да Вот поэтому Мне и нужен был напарник Который выдумывает вопросы Или способен их найти Но ты попросила Так что теперь выдумывай вопросы Или читай их Я не просилась Я вообще бежала на самом деле И пришла за пять минут До начала стрима Ну ты можешь рассказать тогда Зачем... В принципе, я... Даже в туалет не сходила Пописать Ну иди сходи Я бы с тобой никогда стримы не вёл И я не знаю... Да, я тоже с тобой никогда стримы не вела Поэтому это очень странно Ну ты же ведёшься с этой С Ксенией их но Замечательно Ну будь ты Ксюхой было бы намного проще Она бы смеялась С каждой моей шутки С каждой моей шутки про пописать Она бы сразу засмеялась И ей бы стало смешно Я не вижу ничего смешного В том, что бабы ссут, срут И делают другие свои дела Представь, они это делают Ну это отвратительно И... Ну представь, что я Ксения их но По-моему, ничего легче Я даже похож У меня такие же пухлые щёчки Знаешь, что отвратительно? Заходите в туалет После того, как ты посрёшь там Потому что ты не пользуешься Освежителем воздуха Давай не будем Господи, ты с их но Так же шутишь на стримах Кто вас вообще смотрит? А... Никто... Неудивительно Повышайте свой культурный уровень В общем, нам нравится Что у нас никто Ну ладно, начинай Мне тоже нравится Когда меня никто не смотрит Потому что Я раньше, когда меня смотрел Много народу Я постоянно подхертил От того, что Слишком много внимания К моей персоне Как ни странно Не всегда приятно А вот когда я летом В пьяном виде В 2 часа, в 3 часа ночи Стримил на 100 человек Это было славное время Потому что Не нужно было никаких Обязательств иметь Перед зрителями Можно было Ввести в эфир Абсолютно пьяным И рассуждать на любые темы Например Ну в принципе Ты и сейчас можешь это делать Особенно на радио Кстати, мы скоро Открываем радио Мэдисон ФМ Снова А, всё, я понял Зачем это пришло И пиарить Смотрите Ксюшоу Каждую среду Начиная с апреля Да, и вы слышите Шутки про первые дешки Какой-нибудь Гаверную индиагу Подписывайтесь на канал Чуваки Быстрее кидайте Все вообще Меня обзывают В твоих комментариях Правильно Тело Нет, всё Я это по-другому Наверное назову Всё-таки А мне кто-то звонит Окей Ну давай Езжай по своему метро Дальше Сейчас Да, и Соответственно А нет, уже не звонит Кто-то скинул Ну не Может быть Догадался Какой-нибудь Видимо Любовничек Твой вдруг Осознал Что сейчас На стриме спарится Да, да Увидел стрим Понял Что-то не в Питере Да, так Советно Насчёт Ерохина Блять Какая смешная фамилия Если вы понимаете О чём я Привезёт пиво И вообще Скоро выйдет Новый выпуск От этого пивного шоу Тем более Что у меня Осталась только Одна камера Которая снимает На мой взгляд Лучше чем новая Не знаю С чем это связано Все советы Насчёт камеры Оказались ложью Любая камера В моих руках Снимает Как мыльный Фотоаппарат За 500 рублей Ты играл Как-нибудь в Half-Life? Алё Алё Так Ну видимо Блять Или это я Вылетел из интернета Нет Гимн Севастополя Работает Ну ничего страшного Тогда Вешаем пока Скайп И соответственно Да расскажу Ещё О своих Планах Ближайших Потому что Да что ж такое Ты Сидишь С Вай-фая? Нет Я сижу С Йоты Тогда Почему ты Вылетела? Без понятий Рассказываю Просто Две вещи Страшные По своей сути Вот из-за чего Я не мог нормально Работать В Питере В Питере Меня часто Спрашивали Какого чёрта Нету новых роликов Новых видео И так далее В Питере Только ноутбук Который в принципе Сам по себе Неплохой Но интернет Абсолютно ужасный Там Вай-фай Сеть С именами людей Которые подключены Там типа Таня Надя Маша Этот самый Какой-то Гоги Там есть Подключаешься К любому И он падает Каждые 5 минут А йод Просто не вытягивает И дальше Чтобы залить ролик Про Худи Бадди Мне потребовалось Почти 2 дня Его заливать Это настоящий Кошмар Кстати Очень много Спрашивают На тему Того что Зателки Снились В этом видео Ну Официантка В конце И В начале Вот эта вот Женщина А никто не в курсе Что за официантка Похожая на Джаду Стивенс То есть Никто эту официантку Раньше не видел что ли Или что В смысле Никто не знает Что это вообще Официантка А да На самом деле Я просто объясню Шутка заключалась Вот в чем В конце этого ролика Типа Черников уходит Поссать А возвращается Переодетый В женщину Но Блин Он забыл Одежду женщины К сожалению Так получилось Что он Конченый распиздяй Но В этом Я решил оставить Диалог про Андрей И про все остальное Все равно Несмотря на то что В роли Черникова Переодетого В женщину Снялась Женщина Которая даже Не похожа На Черникова Потому что У нее есть волосы Но Я даже не знаю Большинство По моему Все таки Более сексуальным Сексуальной Точнее признали Девушку Которой Ты якобы Уходишь По сценарию Лесата Да Вот представляете Пацаны Илья ее не заценил Вообще Потому что Она лесбиянка Возможно На самом деле Хотя Нет Ну не знаю Просто Ну Слушай Ты так и будешь Ехать В каком-то Вагоне Постоянно Да Это Half-Life Ну я играла Только в третий Во второй В третий Ну тебе повезло Значит Нет Школьников Просто на доллары Наебывают И продают Симулятор Блять Метро На самом деле А им Все и заебись До сих пор Играть У нас с девятого года 200 рублей В стиме стоит Или сколько Я вот перед эфиром Потратил Ну графон Просто ужасный По современным меркам Я не знаю Даже что Вот это За хуйня Например Это какой-то Ковер А не все ли равно Я не знаю Почему все время Все обращают Внимание на графон Как по мне норм Ну типа понятно Что Главное узнаваемость Понятно Что это вагон Что там есть Кнопка выход Ни хрена не понятно Что это вагон Понятно Вот смотри Вот сейчас понятно Что это вагон Да Что это дверь Которая открылась Ну я смотрю с опозданием Но ведь даже человек Не подошел И не нажал на кнопку Он просто постоял рядом Что-то булькнуло И открыло Что например написано Вот тут Вот тут какое-то Ограничение явное И В данный момент Я вижу как ты смотришь На Ограждение Ну на Откуда у меня баллончик С граффити Например Почему этого Никто не объясняет Граффити Граффити Паркур Может тогда тоже Нет Граффити Я серьезно Ну это русский Ну по русски Мне кажется Все таки граффити Кто-то написал Что я толстая Ну естественно Лёх Они меня обижают Я не хочу Блин Читать комментарии Читая Читая Там тебе не только Это сейчас сообщат Я тебе могу сказать Что про комментарии Относительно того Что кто-то толстый Я вообще Получаю их постоянно Ко мне иначе Как жирные Не обращаются Хотя Так ты потому что И так толстый А я-то не толстая Я не толстый У меня просто Идеальное Сложение Для бойца UFC То есть Ну вот например Как Федор Емельяненко Например Он же тоже Вот почему Все гопники На него Фапают И при этом Никто не фапает На меня И не говорит Что я похож На русского богатыря Там Или еще что-то Потому что у меня фамилия На коне кончается Или что Слушай Все Все фапают И на Как вот там Бенедикт Кимбербэтч А он страшный Как моя смерть Просто Тут я согласен У меня был Он просто ужасный Ну у меня Одноклассник был Похожий на него И его постоянно Избивали в школе Потому что он мерзкий Просто чтобы он Блять даже не приходил В школу Его били Он выглядел так же Но Дело в Продакт плейсменте Таком Не знаю как это назвать Типа People placement Может Когда начинается Форситься Какое-нибудь Тядовое говно И оно действительно Начинает нравиться И Телки даже В страшном чем-то Могут увидеть Нечто симпатичное Потому что Ну откровенно говоря Нет ничего хуже Чем внешность Типичного Англа Сакса Рыжий Блять Уебищный Кудрявый Ублюдок С кривыми Блять Зубами Отвратительным Прикусом Блять И крыси Мизенками Это я описал Типичного Британца Выходи из вагона Уже Если ты еще не вышел Я тебе так скажу Бенедикт Камбербевич Блять Если будут снимать Полнометражку Про Гриффинов Может играть Морта Еврея Блять Из аптеки Что значит Выйди из вагона Эта игра Не подразумевает Сейчас через Шесть часов Закончится моя смена На этой блядской фабрике Смерти И меня повезут назад Но я лучше даже Уходить из вагона Не буду Потому что ничего Хорошего меня не ожидает Впереди Слушай Эти чуваки В комментариях Зарифмовали Мое имя С женщиной Легкого поведения И видимо Очень счастливы В этом А Вопросы-то были Какие-нибудь Может относиться Да Был вопрос Как я отношусь К тому Что ты ругаешься матом И бухаешь постоянно Но я же делаю То же самое Я во-первых Не ругаюсь матом Вообще никогда И если что Стримы на геймпайлоте Проходят абсолютно Без мата Без всяких Крепких выражений Потому что Нас может смотреть Широкая аудитория В том числе Заинтересованная В просто Просвещении А не только В каком-то Кстати Раз уж такая Тема про просвещение Пошла То Какого там Третьего числа В клубе Бэкстейдж Будет стендап Я изначально Планировал Про путинскую лекцию Прочитать Но после того Как узнал Что организаторы 14 плюс Влепили И придут 14-летние дети На концерт Которые не понимают Юмора И скорее всего Не поймут Шуток И не поймут Что в большинстве Случаев Я говорю Сарказмом Потому что Даже Некоторые комментарии Под рекламой Худи Бади Люди писали То что Субтитры неправильные И справьте Плис И типа того Ну то есть Люди реально Дураки Поэтому Никаких шуток Про политические Темы Вообще быть не может На концерте Где возрастной Ценз 14 плюс Поэтому Естественно Я буду шутить Про жопы и письки И кричать Слово хуй со сцены И все будут хохотать Извините Те кто уже купил билет Ожидаю увидеть Что-то интересное Но возможно Если народ придет То тогда В Москве Будет организован Концерт И я там попрошу Выставить 21 плюс Придет 15 человек Зато Всем понравится Да будет офигенно Мне кажется Я всегда такой Ты когда нибудь Выйдешь из вагона? Это от тебя вопрос Или от зрителей? От зрителей Я не хочу выходить Ребят Ведь всем из местных Меня уже укачало Если я выйду из вагона Я приду туда Меня блять Отправят взять Ебучий костюм Я спущусь вниз Проеду блять С дедом нахуй На лифте Потом Зайду В какую-то Ебаную хуйню Подвину блять Вагон Все пизданется Я проснусь В пещере Потом снова В этом Говне И мне придется Очень долго Лазить по Блять Канализациям Вы этого Желаете для меня? А почему ты вообще Выбрал эту игру? Потому что Все просят Есть Ну вот Когда вертся диски Делал Большинство людей Просят Half-Life Эли герои Третьи Всем нравятся Эти две игры А что Не герои? Потому что Мне не нравятся Герои Меня силком Заставляли Слышать Герои Нравятся В школе Зачем Наиболее Адекватное Средство Кстати я вот забыл Тут можно спрыгнуть В пропасть Да Прикиньте Ты умер Сейчас Мне что-то казалось Что там будет Это Ограничалка такая Которая не даст Мне спрыгнуть Но в старых играх Этого не было Автосейв Твою мать Обидно Ты как Я был уверен Что мне заново Придется ехать И я всех этим Взбешу Как же так Раньше же не было Автосейвов В играх компьютерных Это видимо Прикручьте В стиме Пацаны Мэт уже не торт Что? Давай Играй блин Ладно Приказываю тебе Давай дядя Открывай На Медведева Похож Только не спит Жалко что я этого Не вижу Поэтому я буду Читать комментарии Графу Не по моему Кстати подкрутили В этой игре Как то она лучше Выглядит Ну не так Как Black Mesa Которая Типа переработанный Первый Half-Life На движке Source Но по моему Например Блин модель Чуть получше Выглядит Чем в 99 Или мне кажется Ведь когда Видимо Перерисовывали Для 1.6 А террористов И контров Тут тоже что ли Поменяли модельки Слушай Я буду как Прибалт Вот только сейчас Я увидела Медведевой Да и правда Похож на медведь Можно так делать Да Можно Ну у меня Как бы Две претензии Во первых Реально по моему Графон лучше стал Чем когда я играл В детстве Или тогда у меня Просто Ускорители не было 3D Но там график Реально Реально в уровне Quake 1 Была По моему Есть движок От Quake 1 Но Сейчас я смотрю Вообще так нормально Смотрится Или потому что Разрешение большое Трудно сказать Единственное что я не понимаю Так это его Бронежилеты Которые защищают Только нижнюю часть Сисек И живот Например Даже Ну в общем Ладно Зачем критиковать Бронежилеты Это все таки Научная станция Хоть и Ведущая Разработка Всяких Стрёмных Объектов Движ Сценарий Кстати для этой игры Был спижен Из рядных файлов К одному из Думов Не помню К какому К первому Или ко второму Потом правда Сделали третий С тем же самым сюжетом Третий Дум в смысле Но он был еще хуже Чем Half-Life 1 По мне так Half-Life полное говно Если честно Надо было продолжить Играть в Outlast Тогда Или что Зачем мне вообще Играть в Outlast Меня просили люди Я поиграю Буду сравнивать Ты не играешь Ты бегаешь туда-сюда Так потому что Это самая интересная Часть игры После того как Все случится Вся фишка То и была в том Что раньше Игры всегда начинались Ты типа В 99 году Все привыкли к тому Что ты типа Блять звездный Десантник Который упал Со звездолета И просто бегаешь Всех фигаришь Так начинался Unreal 1 Так начинался Quake 2 Так вообще Все игры начинались Надо было Какой-нибудь клевый Спрайт сделать В начале Типа чтобы Рисовать себя Или голую жопу Озона Или еще что-нибудь Или хотя бы Вепку поставил Что ли Все бы на тебя Хоть полюбовались Я не мылся Сегодня еще Я помоюсь Только Мобстер Ко мне поедет Вот ты блин Ему все Пару остановок До меня ехать На Элспе Я помню Цикл приезд Потому что Не хочу Чтоб мобстер Видел меня Грязный Вот этот дед Похож на Кургиняна А этот на Не знаю Альберта Эйнштейна Сейчас я немного Потренируюсь В передвижениях И прыжках Блин Все пишут Одно и то же По сто раз Это всего лишь Тричь человека И они весь чат Засеряют Я не успеваю Прочитать Ничего Была такая проблема На твоих Прошлых стримах Нет Предыдущая женщина Справлялась Ну извини меня Я не справляюсь Я пыталась Тебя предупредить Но вот я увидела Вопрос не вижу От кого правда Как ты относишься К паблику МДК Ты кстати можешь Попросить вопрос Себе на странице Вконтакте Задавать Просто банить Тех кто херню пишет Но вы вообще Сами заходите Обязательно На геймпайлот Да не Пускай Пускай в чате пишут Что паблик МДК Ну блин Я не знаю Мне типа Очень много лет Ребят Я в этом году